И сразу же подключаем к нашему эфиру военного эксперта Олега Жданова. Он с нами на прямой связи. Олег Владимирович, приветствуем вас. Доброе утро, Олег Владимирович. Приветствую. Во-первых, вас с победой Александр Усик. Я уверена, что вы также следили за тем, что происходило этой ночью. Если не в прямом эфире, то с утра точно читали. Важное событие, на самом деле, для Украины. Но давайте поговорим о том, как проходили боевые действия. Позвольте, первый вопрос про Харьковщину. Вчера, когда смотрели стрим Алексея Арестовича, он сказал, что почему-то на этом направлении очень сильно активизировалась российская группировка. Вы об этом тоже сообщали. В чем причина, расскажите, пожалуйста, почему их так заинтересовало опять направление Харькова? Они не оставляют мечты о том, что когда-либо взять Харьков. И видите, у них не хватает сил для того, чтобы активизировать наступление по всей линии фронта. И они периодически накапливают силы и начинают активизировать это направление. Я думаю, что, скорее всего, они немножко подтянули резервы в плане восстановления боеспособности батальона тактических групп своих. И начали активные боевые действия на Харьковском направлении. И опять же, обратите внимание, север. Не запорожское направление активизировалось, а именно северное направление. С целью вынудить нас перебрасывать резервы с южного направления на северное. Ну, судя по всему, в ближайшее время врагу на южное направление придется перебрасывать свои силы. Из последнего района Лубки в море, приблизительно на расстоянии 2-3 километров от берега, ряд вспышек, после чего взрыв. Об этом, кстати, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сообщал. Что это было? Ну, это мог быть нанесен удар по кому-то из состава Черноморского флота. Раз Россия молчит, видимо, с берега не было видно, расстояние могло быть довольно большое. Взрыв, он высоко поднимается, его видно. А вот что там за плавсредство было, это было судно или корабль, здесь сказать очень трудно. Я думаю, что мы, вот теперь мы, кстати, можем получать спутниковые снимки, если успели отфотографировать это место, то да, мы через вами сегодня-завтра увидим, что это было. Олег Владимирович, какой ваш прогноз по дальнейшим действиям оккупантов в Крыму? Они вроде как с одной стороны должны усилить там свою группировку, чтобы не дать возможности продолжаться этим хлопкам, как они их называют, или более того, да, началу деоккупации Крыма, но в то же время Американский институт изучения войны сообщает о том, что подобные действия могут отвлечь их силу от наступательных действий внутри материковой Украины. Как вы думаете, что они будут делать с Крымом? Я думаю, что они будут усиливать. Кстати, вот эта активность на Харьковском направлении, это может быть отвлекающий маневр для наших войск. Для того, чтобы мы обратили взоры туда и занялись, допустим, Харьковским направлением, они якобы создают угрозу городу Харькова, хотя реально такой угрозы нет. У них нет там сил, чтобы продавить нашу оборону. Но, тем не менее, а здесь они будут пытаться сейчас собирать те резервы. Видите, мы уже давно с вами не обсуждали, допустим, вопрос ввода новых батальонно-тактических групп на территорию Украины. Они везут технику и личный состав на восполнение потерь. А сейчас они там формируют 50 батальонов национальных, добровольческих. Но срок формирования этих батальонов пока не определен. Кстати, он был раньше определен до середины августа, но уже вторая половина августа. И формирование только начинается или продолжается. Но я думаю, что они будут стараться отвлечь наше внимание от Крыма любыми средствами. Олег Владимирович, многие эксперты указывают на то, что сейчас оккупационные войска увеличивают свою корабельную группировку в Черном море. До 15 единиц, если не ошибаюсь, которые пока что держатся на безопасном отдалении от берега. О чем это свидетельствует? Ну, единственное, что они могут использовать Черноморский флот, это в нанесении нам ракетных ударов. Почему? Потому что остались калибры для морского базирования. И вот они могут варьировать количеством носителей ракет для того, чтобы создать групповой удар по территории Украины. В другом случае, допустим, вопрос десанта морского сейчас не стоит на повестке дня, потому что некуда высаживать. Есть договоренности, которые, слава богу, Россия соблюдает, хотя иногда ракеты прилетают в Одесскую область, но тем не менее зерновая сделка для Одессы выступает гарантом того, что их не обстреливают так, как это было до начала вывоза зерновых из Украины. Олег Владимирович, вы упомянули ракеты калибр. Дело в том, что события последних дней указывают на то, что украинские средства ПВО или даже ПРО успешно справляются с этими ракетами в том числе. Какие ракеты, находящиеся на вооружении у российских оккупационных войск, на сегодняшний день представляют основную угрозу для населения Украины? Ну, основную угрозу, я так понимаю, представляют все-таки калибры, потому что морского базирования они есть еще в достаточном количестве. Также угрозу будут представлять ракеты «Искандер» с дальностью пуска до 500 километров, баллистические ракеты. С ними будет больше проблем, потому что их сложнее перехватывать. Ну, а также стандартный набор российских ракет Х-22, если они у них еще остались, потому что две последних они применили по Одесской области и больше пока не было замечено. И Х-101 это ракеты воздушного базирования, которые не применяются стратегических бомбардировщиков. К сожалению, к величайшему сожалению, линейка ракет российских не изменилась. За исключением полностью исчезли «Искандеры» сухопутного базирования, ой, эти калибры сухопутного базирования. Олег Владимирович, если про Крым еще поговорить несколько, то хочу вас спросить о вот этой стратегии прощупывания, как ее называют многие эксперты. Я имею в виду попадание беспилотников в штаб Черноморского флота в Севастополе, который тоже очень был резонансным событием и ударил по российской пропаганде, которая вот же пестовалась о том, что Севастополь исконно русский город. И вот все равно беспилотник прилетел, несмотря на то, что был сбит. Скажите, вот как человек военный, мы действительно смотрим вот такие черновики, наброски, так сказать, перед более точными попаданиями? Ведь вот говорят эксперты о том, что вот беспилотник действительно просто прощупывал, где ПВО, каким образом сработает, и он не был нацелен на какой-то конкретный удар, разрушительные силы и так далее. Как вы видите вот эти события? Ну почему? По некоторой информации тех же российских пабликов, а его не смогли сбить даже со стрелкового оружия, когда он на малой высоте заходил именно на цель. И я вам скажу, что если бы он был сбит, во-первых, он был бы поврежден, во-вторых, не было бы такого взрыва на крыше штаба. И попасть в эту крышу, это была бы вероятность, допустим, одна на миллион, чтобы он в нее попал. Так что я думаю, что беспилотник очень удачно дошел до своей цели, и вполне возможно, что это был беспилотник Камикадзе. Вполне. Что касается системы ПВО, то, конечно, то, что было в Керчи, то, что было в Севастополе, то, что было там в районе Евпатории, да, действительно, таким образом и вскрывается система ПВО. Вспомните операцию с крейсером «Москва». Два беспилотника отвлекали систему ПВО крейсера, а ракеты шли совсем с другой стороны и над поверхностью моря. Олег Владимирович, не могу вас не спросить тоже о южном направлении, но Запорожье, атомная электростанция, вот есть такая информация о том, что оккупанты продлили на неопределенный термин выходные для украинского персонала, если можно так сказать. Это свидетельствует о намерении отключить станцию от питания, говорят эксперты. Как вы думаете, какая будет судьба Запорожской атомной электростанции и вообще вокруг вот этого ядерного шантажа и так далее? Возможно, это было действительно просто с простой целью отключить эту систему, самую большую атомную электростанцию от Украины и все? Нет, я думаю, дело в том, что они скорее всего выбрали метод перевода ее в холодный режим, да, это отключение. Почему? Потому что как бы все остальное связано с большими рисками, но она им нужна в исправном состоянии. Иначе бы они там усиленными темпами не строили новую подстанцию возле нашей атомной станции с целью переключить ее на другие направления, перебросить электроэнергию этой станции на другие направления. И, кстати, в тот же Крым они пытались восстанавливать опоры и линии, которая шла в Крым. Поэтому я думаю, что они продолжат в таком режиме, тем более, как говорят специалисты, вывести из холодного режима в принципе не проблема. И это как бы стандартный, типа холостой ход реакторов, а потом их можно будет разогнать. Вот, но и они вот это скорее всего будут использовать как главный козырь, что они вот ее остановят и все останутся без света. А если мир согласится на условия России, то шантаж будет прекращен и все вернется на круги своя. Да, Олег Владимирович, я к тому веду, что, наверное, вот история с тем, что мы сейчас все взорвем, она теряет свою актуальность. Правильно я понимаю? То есть мы видим все-таки более конкретные цели или нет? Или они будут совмещать? Они же обстрелы продолжают по территории станции. Вот риторика, что сейчас все взорвется, да. Просто это мы уже с вами, пообщавшись со специалистами в этой области, примерно понимаем, что им и станция нужна. Это же мы делаем выводы из нашей информации. А они нет. Они будут легенду о том, что сейчас все взорвется. И здесь, как это сказал, ну, говорят, уже это фейк был, что либо тут будет выжженная земля, либо это будет российская территория. Генерал Васильев. Кстати, генерал не с улицы, генерал войск радиационно-химической и бактериологической защиты. То есть человек, глубоко разбирающийся в этом вопросе. И я не думаю, что он готов сегодня предстать перед Всевышним и отправиться в рай или в ад. Ну, с другой стороны, если бы это заявление действительно прозвучало из его уст, вы бы наверняка не были удивлены. Многие специалисты из Российской Федерации сегодня произносят не то, что думают, а то, что они должны произносить, по мнению Кремля. Да, вы абсолютно правы. В этом плане пропагандистская машина пока еще работает. Олег Владимирович, Соединенные Штаты Америки утвердили предоставление Украине нового пакета военной помощи. На данном этапе речь идет о дополнительных практически 800 миллионах долларов. Как вы считаете, какое вооружение мы получим в рамках этого пакета? В основном боеприпасы. Это главное и для Хаймерсов, и для нашей артиллерии, уже нашей артиллерии западного образца. Там из новинок только Птур-Тоу появился. Очень интересное вооружение. В принципе, может даже применяться, кстати, вертолетами. Вертолетами. Последняя модификация ракеты с каналом на радиоуправлении, она предназначается в том числе и для самолетов. Самый, кстати, распространенный Птур с 70-х годов, который принимал участие во всех войнах. Все остальное, в принципе... А, да, еще было интересно, бронебойные снаряды. 2000 бронебойных снарядов для полевой артиллерии. Я так понимаю, это будет, скорее всего, для 105-миллиметровых галбиц, которые поддерживают непосредственно пехоту на поле боя. Об Экскалибурах заговорили? Да, об умных боеприпасах для артиллерии Экскалибур заговорили? Ну, это отдельная категория для 155-миллиметровых галбиц Экскалибур и СМАРТ-2. Вот, и они тоже нужны. Почему? Потому что их дальность применения больше 70 километров. Это оружие, которое меняет ситуацию, ну, как мы уже много говорили. Ну, это высокосочное... Смотрите, это, в принципе, можно сказать, что Экскалибур, это, можно сказать, маленький Хаймерс. Дальность у них примерно одинаковая, да, только у Хаймерса там 90 килограмм взрывчатки, а здесь, ну, 20-25. Да, ну, видите, как интересно, теперь у нас сравнения могут идти с Хаймерсами. Маленький Хаймерс, большой Хаймерс. Ну, мы сделали из этого эталон, и поэтому уже привязываемся, я думаю, что для граждан больше это понятно, потому что Хаймерс, по-моему, разложили уже на молекулы и объяснили, все знают, что это такое и представляют. Спасибо. Спасибо огромное, Олег Владимирович. Владимир Жданов, военный эксперт, был на проекте Freedom.